Наш Бог Всемогущий Царствует Во славе Своей наш Бог Дивный, сильный, любящий Всемогущий Бог Наш Бог Всемогущий Царствует Во славе Своей наш Бог Дивный, сильный, любящий Всемогущий Бог Наш Бог Всемогущий Царствует во славе своей наш бог дивный сильный любящий всемогущий наш бог дивный сильный любящий всемогущий на шоу тела мущество и во славе наш димы и 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 Наш Бог, дивный, сильный, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий, царствует, во славе своей. Наш Бог, дивный, сильный, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий, царствует, во славе своей. Наш Бог, димний, сильный, любящий, Всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий, Царство есть во славе своей. Наш Бог, димний, сильный, любящий, Всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий, Царство есть во славе своей. Наш Бог, тем не сильно любящий всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий Бог. Еще больше славы для нашего Бога. Дорогая церковь, давайте аплодисментами. Я витаю вас, дорогая церковь. Я радий бачить каждого на этом месте. И давайте мы повернемся один до одного и привитаем просто гарными словами. Знаете, дорогая церковь, сегодняшнюю поместную церковь ведет подлитковый регион. И я верю, что сегодняшнее служение будет особенным для каждого. И перед тем, как мы помолимся, я хотел бы зачитать слово Божие. Это 2 Петра, 3 глава, с 8 по 9 вирш. Написано. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Знаете, дорогая церковь, много людей, которые пришли сегодня на этот мест, вы много имеют просто проблемы. И вы думаете, почему моя проблема не вырешивается? У кого-то неделю, у кого-то уже месяц, возможно, это уже роки. И, возможно, кто-то думает, что уже поздно, просто поздно уже решать, но Бог дав это слово для каждого из вас. И знаете, за свое життя, за свои 17 лет, я понял только одну важную вещь, что Бог никогда не запизденится. Бог приходит вчасно. У меня было также очень много разных ситуаций в моем жизни. Знаете, кто-то подумает, есть такая пилотковая фраза, молодой, неопытный, 17 лет, что я могу еще прожить. Но знаете, Бог всегда приходит вчасно. И давайте такому Богу, который всегда приходит вчасно, который нам всегда помогает, который остается верным своему слову, давайте мы помолимся и призваем такого Бога на это место. О, Господи, благодарите Бог тебе за это служение, благодарите Бог, что ты убрал нас в таком прекрасном месте. Мы благословь это служение. Ребята, благодарю Polsce, такое будет сегодня говорить, благословь все, что будет происходить на этом служении. Лиית Сухая будет в нашем сердце, лиית Сухая будет формулироваться наше життя, и мы верим, что сегодня ты будешь нас благословлять, ты будешь нас перенадл Conference. Надihat слов, как сейчас я скажу, оно будет, как семья пос Australians, в наши сердца, и в скором времени воно даст свой плит. Мы благословляем все служение, а Тебе вся слава, Тебе все в честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь Божия, давайте прославим нашего Бога. Давайте еще сильнее славить нашего Бога. Всем сердцем, всей душой будем славить нашего Бога. Я буду жить всем до Твоей любви, Буду видеть чудеса Твои в Твоем законе. Воля моя, буду вечно прославлять Тебя. Я буду жить всем до Твоей любви, Буду видеть чудеса Твои в Твоем законе. Воля моя, буду вечно прославлять! Лай, лай, ла-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твоих В твоем законе воля моя Буду вечно прославлять тебя Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твоих В твоем законе воля моя Буду вечно прославлять Oh-oh Yeah, yeah, yeah Oh-oh-oh В сердце моем всегда Воспою ему хвалу За счастливую судьбу Буду славить Господа Най, 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 най Очень любезны. Натататататат... Ой, 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 ой... Ой, 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 ой... И вся слава нашему Богу! Еще раз можно посмехнуться один одному. И еще раз похлопать. И можно присесть на своем месте. Я хочу сделать несколько важных оголошений. Тому хвилинку уваги. И первое оголошение. Хочу напомнить, кто проводит наставничество, кто готовится до водного хрещения или до перехода из другой церкви. В цю неделю у нас будет святее водное хрещение. Тому вси, кто готовится до этого, вси, кто мали намер перейти в нашу церкву або восстановиться в цю пятницу, о 19.00 у нас будет семинар-допуск. В пятницу в 19.00 семинар-допуск в храме внизу храма. В цоколе. Тобто в малом залі. Можливо, будет в первом классе. Но все равно вы заходите в маленький зал. Другое оголошение, которое очень важное, у меня в руках уже есть запрошение на женскую конференцию, призвано быть счастливой, сотворяная Богом. Женская конференция 2016 года. Уже будет 5.00 в субботу о 13.00. Тому, шановные сестры, мы будем готовиться, вернее, вы будете готовиться до этой женской конференции. Я не знаю, что вы будете вдягать. Я понимаю, что не ваш человек, не вы сами не знаете, что вы будете вдягать. Но у вас еще есть трое время. И самое главное, что самые запрошения будут уже в цю неделю на центральном служении. Вы можете взять для ваших подруг, знакомых, друзей и также запросить на эту женскую конференцию. Также домашние церкви и районы, которые сегодня еще молятся, постятся до конца месяца. Будь ласка, великое прохание включить в пест и молитву потребу за женскую конференцию. Одну из нужд включить и также промолить, пропуститься, чтобы Бог благословил наших сестер на этой женской конференции. И все, что Он хочет, чтобы Он сделал. С ними, чтобы они стали еще кращими, и внешне, и внутренне, и так далее. Также я бы хотел попросить в видеостудию, чтобы они показали на экран наступное завдание, домашнее завдание на наступный вевторок. У нас будет тема «Сни Иосифа» и «Місця Слова Божого» «Бутя» с 37 по 50 розділ. Будь ласка, запишите. Это то, что нужно прочитать до наступного вевторка, до наступной поместной церкви. «Місця Слова Божого» «Бутя», книга «Бутя», 37 по 50 розділ. Ну и на наступную тему, если можно, хай повисить оголошение пастора Володя Цивилюка, хочу запросить, для того, чтобы он сделал наступную тему. Ось он идет. Объяву, да. Дякую. Дорогая церковь, вот такое объявление. В эту субботу, в час дня, в помещении МДЦ будет такая проходить встреча. Это встреча, общение, знакомство с людьми, которые не слышат, не могут говорить, это глухо-немыми. Когда-то мы пытались уже делать такую встречу в церкви, она обновляется. Цель этой встречи познакомиться с этими людьми, которые живут в Вишневом, подружиться с ними и, в принципе, дальше служить им. Поэтому, если у вас есть кто-то из таких знакомых, вы можете пригласить их на эту встречу, вы в конце служения подойдите, у меня будут пригласительные, я вам дам этот пригласительный, вы просто можете подойти к этому человеку, вручить этот пригласительный, и мы будем очень рады ждать и познакомиться с ним. Это будет в эту субботу, в час дня, в помещении МДЦ. Мы еще точно не знаем, в каком зале, но мы будем там ждать, и эти люди, когда придут, мы их увидим. Я думаю, если будут вопросы, на охране вы сможете узнать, где именно в молодежном центре, а в центральном зале, а в цоколе будет проходить. И хочу передать микрофон пасторю Насте, с моей командой, она хочет поделиться словом, и у нас будет время поклонения. Дорогая церковь, пришло очень драгоценное время, для нас это время поклонения. Давайте мы поднимемся на свои ноги, и хочу открыть Слово Божье на таком местописании, все мы его прекрасно знаем. Я немножко напомню предысторию, чтобы не читать все, это когда к Иисусу Христу пришел начальник, один из начальников синагоги, и просил о том, чтобы Иисус вместе с ним пошел к его дочери, исцелил, которая очень тяжело была больна. И вот во время того, когда они шли к нему домой, Иисус еще исцелил одну женщину, и вот когда он ее исцелял, это Марка, 35 глава, с 35 по 42 стих. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй, и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко, и войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не умерла, но спит, и смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, что значит, девица тебе говорю, встань. И девица точно встала и начала ходить. И было лет двенадцать. Видевшие пришли в великое изумление. Вы знаете, в наших ситуациях, в наших жизнях, может быть, разные ситуации. У кого-то финансовые тупики, у кого-то нерешенные семейные проблемы, и нам кажется, никогда они уже в жизни нашей не решатся. Но Иисус Христос, Он имел дело со смертью. И если наш Бог, Который смог просто приказать смерти, Который смог воскресить девочку, что может быть хуже смерти? Что может быть безвыходнее, чем смерть? Да ничего. Но Бог и с этим справился. Что для Него наша ситуация? Что для Него наши финансовые проблемы? Что для Него наши какие-то нерешенные сложности на работе, взаимоотношениях, в семье? Он все это может сделать. И вы знаете, когда я читала это местописание, что особо меня обратило мое внимание, это 37 стих. Иисус не позволил никому следовать за собой. И сороковый, и смеялись над ним, но он выслал всех. Иисус не позволил никому, кто внес неверие, кто вносил какое-то непонимание, недоумение, сомнение идти вместе с Ним. И вы знаете, когда мы сейчас придем к нашему Богу с какими-то нашими проблемами, сложностями, давайте никакому не верю, никаким сомнениям мы не позволим остаться в нашем сердце. Давайте все это мы оставим. И пусть придет вера, пусть придет в этом поклонении надежды, и пусть придет в этом поклонении сила. И знайте, пока Бог не сказал, даже смерть не имеет власти над нами. Дорогой Господь, мы настолько славим Тебя и благодарим за то, что Ты такой великий, за то, что Ты такой всемогущий, за то, что даже смерть не имеет власти над нами, наш Бог. Спасибо Тебе. Боже мой, мы приходим сейчас к Тебе, у нас нет сил, мы не имеем сил, они закончились, но они есть у Тебя, Господь. Все, что у наших сердцах есть, забери, пожалуйста. Господь, все, что есть в нашей внутренности, Бог мой, реши. Господь, мы славим Тебя, мы жаждем Тебя, мы ждем Тебя, наполни нас. Молоть. Пусть падал тысячу раз со мной милость Твоя, и если вновь я споткнусь, ты удержишь меня, будет вечно сиять во тьме твой яркий свет, бесконечно Твоя лишь слава выше всех. Над своей душой Тебе дам покровь, зашли ты изнутри меня, Бог, стремлюсь я всегда жить в правде хваля и сердцем всем любить Тебя. Ты выше воля Твоя, я в цели держусь, Тебя теряю всегда, когда я хвалю, будет вечно сиять во тьме твой яркий свет, бесконечно Твоя лишь слава выше всех. Над своей душой Тебе дам покровь, зажги ты изнутри меня, Бог, стремлюсь я всегда жить в правде хваля и сердцем всем любить Тебя. Будет вечно сиять во тьме твой яркий свет, бесконечно Твоя лишь слава выше всех. Доставлять лишь Тебя в миг души моей изнутри, Тебя жаждет душа моя. Жuler. Жuler Тебя. Я, Иисус, даду Тебя. Знаете, я недавно для себе получил таке розуміння, чому, що нас найбільше пугає, чому ми боїмося якось проблем, можливо, чому ми боїмося часто люди темноти, смерті. Насправді вони бояться, люди, якщо взяти з точки зору психології, більше бояться, коли щось невідомо. Дуже сильно пугає, полякає людей, це якась невідомість. Коли ти не бачиш і не розумієш, а що далі. І тому, коли в нас в житті якась проблема, якась хвороба, дуже часто ми не знаємо відповіді на це питання. Ми не знаємо, коли прийде кінець. Ми не бачимо виходу, ми не розуміємо, що далі. І це найбільше нас лякає. Це начебто інстинкт, якби самозбереження спрацьовує. Але я хочу сказати, в тих місцях, де попадає Боже світло, проходить надія, приходить віра. Тому що ми бачимо і ми розуміємо. І коли ми вже розуміємо, коли Бог нам всередині укладе своє Слово, Він начебто з силою своєю, з Духом Святим, Він осяє наше серце, Він осяє нашу проблему, Він осяє нашу хворобу. І ми починаємо розуміти, все буде добре, Бог з нами. Ми бачимо кінце усіль. Ми бачимо, що да, можливо ще прийдеться пройти трохи. Да, можливо ще не все так відразу, не все так гладко. Але коли Боже світло попадає в твоє життя, ми обрітаємо надію. Ми здобуваємо надію, ми здобуваємо віру. І давайте нехай ще раз в цьому поклонінні, ще раз будемо співати, і буде вечно сіять твій яркий світ. Нехай сьогодні в Дусі Святому світло попаде всередині нас. Нехай Боже світло Духом Святим в нас сіяє в нас. І ми будемо впевнені, що Бог за нас. Давайте ми просимо зараз молиться, ми будемо ходитасовувати. Господь, ми вас милляємо Твое імя. Ми просимо, щоб Твоя слава сьогодні наполниться місцем. Ми просимо, щоб слава Твоя наполнила в наше серце. І я прошу Тебе, ось ці наші проблеми, ось ці наші коротки, ось ці наші життя сьогодні. Ви імя з вами слава. Буде вечно сиять во тьме твой яркий світ. Бесконечно Твоя лишь слава выше всіх. Проставляти ж Тебя в твій душі. Мої зуні. Тебя в жажке душа моя. Буде вечно сиять во Тебе твой яркий світ. Бесконечно Твоя лишь слава выше всіх. Проставляти ж Тебя в твій душі. Мої зуні. Тебя в жажке душа моя. Прошу Тебе, нехай Дух Святий наполниться місце. Нехай через доторкання Святого Духа прийде надія, прийде віра, прийде Твоя слава зараз в наше життя. Я прошу Тебя, благослови сьогодні весь цих хід служіння. Благослови, прошу Тебе подачу розбір. Благослови ще нашу молитву за нужди, яка буде в кінці, Господь. Я прошу Тебе прослався сьогодні. Але я знаю, вірю, коли в нас є надія, коли в нас віра, нам вже легше молитись за наші нужди. Тому що ми знаємо, що вихід є, вихід буде, можливо не зараз, але скоро в Тобі є будь-який вихід з будь-якої ситуації. Ми за все Тебе дякуємо, ми славимо, і те, що Ти посеред нас вже зараз, вже сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте воздамо славу нашому Господу, прославим ще Його душі. Тому що наш Господь, Він серед нас. Алілюя. Дякую, Церкова Божа, сідайте, сідаючи, ще раз привітайте один одного. Скажіть, гарний сьогодні вечір і буде ще гарніший, буде ще краще. Дякую, Руба, можемо проходити, дуже дякую. Давайте ми ще раз привітаємо наших підлітків. Вони дуже гарно сьогодні служили, співали, грали, вони старалися для нас. Ми бачимо, що асортимент інструментів розширюється в підлітків, це не може не радувати. Слава нашому Господу. Думаю, можемо не хвилюватися, що я не взяв корзинки, ми не помолилися. В кінці, будь ласка, ми розходиться. Я буду дуже старатися, практично завжди стараюсь, закінчую вчасно, помісно. Ми в кінці ще про це є спеціальне відкриття, особливо буде молитва, коли ми будемо молитися ще раз за наші особливі нужди, за нужди, які в корзинках. І ще одна спеціальна буде молитва. А зараз давайте ми перейдемо до нашого безпоспереднього, нашого розбору. Хто запам'ятав, що ми сьогодні будемо розбирати? Давайте поки що не викинулася підсказка. Про кого? Про Якова, так. Життя, ой, чудеса. Життя Якова, чудеса в житті Якова. Звучить так. Чудеса, чудеса в житті Якова. Ну і пішли, зараз ми, скажімо так, коронку законспектуємо. І буквально вже на висновках трошки зупинимся детальніше, чи у нас буде питання відповіді. Кніга і автор описання чуда. Можемо записати «Буття» 27 по 33 розділ, а також 49. «Буття» 27 по 33, також 49. В 49 розділі там вже описується закінчення, коли він благословляє Яков своїх дітей вже в кінці свого життя. Він вивільняє, скажімо так, пророчу молитву благословіння на своїх дітей. Тому, скажімо так, основний віха життя і 49 розділ – це якби закінчення життя патріарха Якова. Автор хто? Мойсей. Чому і називається «Під книжі Мойсея»? Це перша книга, автор Мойсея. Це записали, так? Тому давайте далі. Історична справка. Історична справка. Де це відбувалося? Відбувалося приблизно 1950 років до нашої ери. Де відбувалося? Ханан і Месопотамія. В яких обстоятельствах? Це пізніше. Я трошечки розкажу точніше біля Ханана. Ближче всього це вблизі або навіть самому городі Харан. І Лікари це все відбувалося. Що означало це слово? Це сам городок в северної часті Месопотамії. Він переводиться як розвілка. Або роздоріжжя, розвілка. І це взагалі такий дуже-дуже стародавній город. Зараз це сучасна Турція знаходиться. Саме що цікаво, я думав, чому саме там привлікало? Чи він був цінний цей город, що там жили? До речі, хто там ще жив і проживав саме в цьому городі? До речі, там жив і проживав батько Авраама Фара. Там він був і похований саме в цьому місті. Це був такий адміністративний центр району в Турецькій провінції. А був похований там Фара, потім проживав Лаван, брат Ревекі. І саме цікаво, що він мав з'єднання з торговельним городом Тірам. Такий був город на той час. Він мав торговельне з'єднання, через нього дуже багато проходило різних шляхів. І це було таке цікаве місце не тільки для ведення господарства чи скатарства, а також для торгових зв'язків. Тому так він, скажімо так, привлікав тих жителів і був цікавим самим городом. В яких обстоятельствах це відбувалося? Убіжав огнєва брата і двадцять років жив в чужій країні. Це записали, так? Він жив, скажімо так, цікаво проживав. Добре. Лічності, зв'язані з чудом. Які особистості вони були пов'язані з цим чудом? Бачимо шість чуд, так? Ісаак, Ревека, Ісав, брат Ісаака, Лаван. Це хто? Хто такий Лаван? Чи він був братом? Хто мені підкаже? Ревекі, милосі, добре. Потім Рахіль і Лія. І після того, як ми записали, давайте ми прочитаємо один з відрізків місця Слову Божого. Напевно, таких самих популярних. Це відрізок саме таким є явним. Там показує одне з явних чудес, яке відбулося в житті Якова. Тому ми починаємо Буття, 32 розділ, 24-й, 32-й вірш. Можемо відкрити? Биття є в когось Біблії, давайте ми відкриємо. Биття 32, 24, 32. «И остался Яков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». А Яков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословиш меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». И сказал, «Отныне имя твое будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Яков, говоря, «Скажи имя твое». Он сказал, «На что ты спрашиваешь о моем имени?» И благословил его там. И нарек Яков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло случиться, когда проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до нынешних израильов не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боролся, коснувся жилы на составе бедра Якова. Я думаю, тут прямого повеления не было наїсти, но они так с повагою віднеслись. Добре, описаны чудо. Какие чудо были описаны в жизни Якова? Давайте мы поднимемся дальше. Описание чудо. Описание. Первое чудо, которое произошло, это введение, або введение, лестницы в небо. Вы помните, как это произошло? Он прилег на камень, когда он текал от своего брата и самого, он лег ночью перепочит. Это было его первое чудо, это было его первое введение. И когда он заснул, он увидел такая лестница, и тут по другую сторону ходят ангели. Он вообще не понимал, что это такое. И Клин проснулся. Что произошло? Клин проснулся, что пролунало в его сторону? Обитница. Пролунала обитница, которую Бог дав за поруку Авраама, Исааку, и он ее высвободил вперше для Якова. Он сказал, я благословю тебя и потомство твоё. Тогда он высвободил на него благословение, которое он обещал еще за Авраама. Наступное чудо – это умножение пятнистого скота. Бутя, 30-й раздел из 31 по 43-й вверх. Первый я не предиктировал, там не написано. Де лестница, про лестницу написано в 28-м разделе из 10 по 22-й вверх. Умножение пятнистого скота в 30-й раздел – это все бутя. З 31 по 43-й вверх. Помните эту цикавую историю? Когда они поспорили и Леван говорит, так, ладно, давай, что следующий родец, если пятнистый – твоё, чистый – моё. Конечно, в итоге все пятнистые родились. Не-не-не, давай наоборот. На следующий год так само наоборот. И видно было, что благословение было неяк. Вот так, цикаво. Хорошо, наступное чудо. Это борьба с ангелом и изменение имени. Это как раз мы читали этот отрывок. Дуже цикава история. Думаю, у вас и вопросы появляются. У меня также появилось, как в голове. Я пытался малювать, понять для себя, как эта борьба происходила. Чи там, я не знаю, что они кулаками были, что они просто… Ну, какая-то борьба. Явно какие-то физические противостояния. Было чему? Потому что даже пришлось ему поразить ногу. Ну, я, наприклад, это больше так, по-иншому уявляю. Когда он понимал, кто он таки начал бороться, он за него схватился и сказал, я тебя не отпущу. В прямом смысле этого слова. Просто за него схватился, держав его. Он говорит, отпусти меня. Я уже хочу уходить. Он говорит, пока не благословишь меня. Ему пришлось, знаете, ударить, или как-то коснуться его бедра, для того, чтобы он отставил. Но это была очень интересная и интересная борьба. Я себе просто уявляю, он был без выхода. Помните, что он пошел туда, в уединение? Потому что он ждал, послал посланцев, потому что до него на встрече, это как раз перед наступным чудом, перед тем, как он застрялся, и он понял. Все. Они уже приехали. Благословения благословениями, а теперь придется договориться как-то с Господом. Он понял, что даже не смотивляясь на то, что в его жизни действуют певные благословения его предки, настав час особистой встречи с Богом. Вы знаете, я сам, как верующий, уже, напевно, в пятом или шестом поколении, я тоже помню, у меня также была своя встреча с Богом, напевно, в годы 13, первая такая памятная встреча, когда я понял, что, да, мне везет повышенное везение, как один брат, да, сказал на наставничестве, повышенное благословение, это повышенное везение, да, оно было, действительно, оно действовало в моем жизни, потому что мои батьки были благословениями, но настав час, когда я понял, стоп, что, пора будет строить личное отношение с Богом, новый этап моего життя, встречи с тобой, начнется после хрещения, потому что я хотел отримать открытие от Бога, я хотел уже дослеживать Библию, и мне сказали, что можно только тогда, когда ты хрещен сетим духом. Я говорю, хорошо, значит, мне нужно хрещение. Помню, я молился я долго, и одного раза все-таки Бог меня посетил, и я явно відчув до тарканья Святого Духа, и после того Дух Святой Бог меня не покидал. И с того часу уже началась особистая моя встреча с Богом. И я никогда это не забуду, и я понимаю, что это действительно важно. Так же в жизни было Якова, он особисто уже, ему довелося домовляться с Богом. Наступное чудо – это мирная встреча с Исавом. Вы знаете, я сначала, когда читал, думаю, может он придумал, Яков лишний раз запаниковал, а потом думаю, да ладно, конечно, а чего бы он тогда 400 людей с собой брал? Как бы он собирался с ним мирно разобраться? Чего бы он брал с собой 400 вооруженных людей? Я понял, нет, реально Исав планував дать Тусана брату. Вы знаете, было за что? И то настолько переживался, что пришлось домовляться с Богом, но сталося диво, сталося чудо, потому что Исав, как справжний еврей, он простил, но подарки взял. Он простил, примирился, но помните в конце, он говорит, ну, то он говорит, да возьми, ну ладно, хорошо, возьму. Ну и Яков был мудрый, знал, что надо сначала встелить дорогу, задобрить его сердце. Ну, тоже молодец. Хорошо, доброе, наступное чудо – это пророчество, пророчество благословения детей. Это уже в 49-м разделе, что я сказал, интересная молитва, я думаю, что кто не почитал, почитайте, еще раз на досуге дома, очень интересно. Он прямо описывает майбутное каждого колена. В принципе, он описывает судьбу, даже там он пророчествует про Мессию, с которого колена придет Мессия, даже там уже предрекает, что будет разделение царства. Он там уже, в принципе, проговорит, проголосует пророчество на каждого из сынов, на всех двенадцать. Это было действительно прикольно. Единственное, что я видел, что на Иосифа наиболее он сказал. Напевно, потому что Иосиф тогда был уже премьер-министром, он очень много сделал добра для него, то в благодарственной души он на него вилив наиболее благословение. Я думаю, что наиболее слов было в сторону Иосифа. Это также можно для себя урок взять. Хочется, чтобы на вас благословение виливали? Наиболее также делать добра в сторону того, кто может вас благословить. Аминь. Аминь. Он подмутил, накрутили. Знаете, сначала… спочатку он своя Иосифа. До речи, я, например, не мог понять, почему так Иосиф возмутился. Он же продал свой первый раз. Почему так его возмутил? Он же его продал. Аминь. 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 Оставлено. Маргалин. его. Другой, какие значения для нас? Какое вообще это имеет для нас? Бог способен помогать нам в самых разнообразных ситуациях. Это слово для тех, кто думает, что Бог выходит на встречу, або помогает только тем, знаете, або только в тех нуждах, вот такие глобальные, або популярные нужды. Але поверьте мне, как мне понравился, как Антон сказал, что, надеюсь на то, что мне 17, я уже белый парень, послушайте, напевно, мы все забули, но поверьте, что подлитки очень часто переживают большие внутренние переживания, боли, которые, если брать по внутреннему, скажем так, відчутки проблемы, то они еще больше переживают, чем дорослые серьезные проблемы. И если брать статистику наибольших самогубств, они трапляют это самая подлитковым веком. Поэтому, знаете, это слово, как бы для всех нас, что Бог бачит каждую нашу нужду. Наверное, казалось бы, какую-то невелую нужду, может быть, какую-то нестандартную ситуацию, которая трапляет. Мы думаем, а что Богу до нас, до этой нестандартной ситуации? Нет, Богу есть до дела. До каждой дребницы в нашем жизни. И Он хочет допомогать, главное, как, знаете, как в жизни Якова, найти Бога и понять, как Бог тебя хочет вивести. Бог хочет тебя вивести, очень часто, из твоих ситуаций, проблем. Но Он хочет сначала осять твоя жизнь. То, что мы молились и говорили, это как бы, это я таке, ну, в меня есть такое понимание этого. И когда ты бачишь, когда Боже светло, оно на твою проблему осять, ты тогда бачишь, куда тебе идти на выход. Когда ты находишься в темной комнате, тебе часто не видно дверей, из которых тебе выйти. Повна темрява, тебе их, здаётся, все, без выход. Но когда Бог просяет, когда ты находишь Бога, Бог осяет твоё життя, и ты бачишь двері. Двери завжди є, очень часто мы их просто не можем найти из-за того, что мы спочатку не нашли Бога. Не запутай вас, не? От приблизно, я розумію, таки завжди я для себя, только у меня стается какая-то проблема, какие-то певные трудности. Первое, что я делаю, я не бежу стрим голов шукати выходу. Я завжди делаю невеличку паузу, для того, чтобы спочатку найти Бога. Знайшивши Бога, я сэкономлю дуже багато часу на тому, чтобы самостійно шукати выходу и бить себя лобом об стінки, об закритые двери и об инши, скажем так, не зажимые речи. Добре, это мы сказали. Золотые вирши. Давайте мы сейчас процитуем все разом. Первое, это Бутя 32.10. Давайте процитуем. Давайте еще раз, фальшстарт, фальшстарт. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Аминь. Так, наступный цитридцатьдругий роздил, двадцать шостый вирш. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И наступный цитридцатьдругий роздил, двадцать сём и двадцать восемь вирши. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Аминь. Доброе, зараз рубрика «Пытания и ответы». Тому, пожалуйста, есть у кого какие-то вопросы. Постараемся разом найти на них ответы. Да. Микрофон, да. Правильно. Наверное, больше построю как рассуждение. Мне кажется, что Иаков, он жил по благодати, потому что в основе его есть такое, если он видел какую-то выгоду, даже зная, что он будет наказан, всё равно к ней стремился. То есть мама предлагает пойти и обмануть отца. С одной стороны, она говорит, ой, чтобы он вдруг меня не разоблачив, не проклял меня, но в то же время мама говорит, вот так вот так сделаем и соглашается. Вот. И то, что он даже потом, когда вышел к брату, он пообещал к нему прийти, но он к нему не пошел. Он, получается, опять слукавил и обманул его и сказал, да, да, иди, иди, я тебя догоню, но сам никуда не пошел. Я знаю, что в еврейском народе послушание матери это очень важно. И вот у меня так размышлял над таким вопросом, что в его... Что он неправый, он послухался маму? Да, но лучше бы он, получается, не послушался, тогда бы 20 лет он бы не был скитаемый, унижаемый, постоянно испытываемый, как говорится, гранили унижения. И плюс ко всему, к чему это привело. Благословение то он получил, но пошел то он ни с чем, и только потом уже самостоятельно завоевывал все, плюс ему жену дали не ту. И, в общем, как говорится, как он сам, так и с ним поступала все время жизнь и все то, любит. Работаю, роблять гірше для своих детей. Честно, я думаю так, что действительно это было прородство. До речи, не знаю почему, чему Исаак этого не распознав. Он все равно хотел благословить Исаак, не дивлячись на то, что он принябрежительно относился до своего, он продал свое первородство. Но все равно, знаете, как интересно, что Исаак тут схибал, он реально хотел передать на том благословении. Но кто его знает, мы только можем подумать, чи это был все-таки план Божий, хотя в этом и Бог вивел свой план, или все-таки, если, возможно, Исаак, вернее, не получил бы, а мне кажется, он все равно был бы благословен, потому что Божья печать была на нем. И знаете, тут такие выводы, что Божье благословение, оно важливее даже в любых земных. Хотя благословение первородства – это очень важно. И Бог, как вы знаете, благословен, он даже сказал, Исаак сказал, я не могу теперь отказаться, все, я высвободил это благословение. Но Божье благословение стоит над всем. Если тебе предначертано Богом быть благословенным, тебе главное понять, я не могу понять, куда тебе направляться, Бог тебя благословит. Но можно и без лукавства бейтись. Я так думаю. Добре, еще какие-то, возможно, запитания? Да, брат Рома, там еще задний брат. Питание по поводу Лии. Вона была не коханою дружиною, но также что-то Бог устроил, что и первая дитина была через Лию, и родоначальник Ветхозавета Леви был через Лию, и также Христос через ней родился. Чему так цікаво получилось? Чему так цікаво? А потому что Бог играет по своим же правилам. Потому что, скажем так, это была дружина первая, и, в принципе, по закону от первой дружины первородицей мае пожать благословение. Хотя мы бачим, ну, это уже линей, которую Бог выдал, скажем так, он выдал такой закон, что благословение передается через первородство. Поэтому Бог сам же соблюдая свои законы. Чему говорится, да? Так само, возможно, выдастесь вопросом, почему Бог не изничает сейчас дьявола. Он не может порушить свои же законы. Если он створил певные законы, певные рамки, то он же сам их в первых, кто их соблюдает. У него нет, знаете, амнистии на закон. Вот он его создал, потом сам же его и нарушил. Нет, у него есть такое право. Но Бог благословляет. Чему так было? А слушайте, я вам второе вопрос задам. А что ж тоди Лия, да, была благословена, Арахиль. Вона бы этих башков вообще вкрала, оказывается, у нее сердце было далеко, но неправильно. Вона вообще вкрала башков, видно, взагалі воно идолопоколосом занимался. Тому, возможно, и Бог еще за это. Знаете, Талия, возможно, была негарнастаном, как там написано. Но, возможно, знаете, может быть нелюбимая, но Бог ее сильно любил, и Бог благословил ее. Потому что Арахиль, хотя бы, как бы больше ее любил, но видно, что она была не совсем правильной. Вот там сидит батько, типа, а кто его знает, что он забрал? Ну, знаете, я бы не хотел бы на честь какой-то забирать с собой, хранить, это все равно, что, ладно, это такие приколы, это все равно, что я буду носить, позабираю всех сигарет и буду носить их с собой. Как у меня в таборе было, я изъяв сигареты и положил в комнату, ну, думаю, надо потом выкинути. И они так пролежали весь заезд, и заходят кто-то из моих служителей, и говорят, что это с сигаретой? Я таки дивлюсь на них, говорю, слушайте, это я забрал в ребят, и думаю, дейсно, что они мне работают? Я их пришел, бегом выкинул, думаю, ну и справедливо, нужно их быстренько избавляться от этих идолев. Да. Хорошо, добрый, там еще брат хочет. Как понимать слова, ибо ты боролся с Богом? Я думаю, что тут отбывалась борьба, ну, я думаю, что прям в двух вимерах одночасно, потому что, если его коснулося бедра, значит, это как-то и физично, как самым нам не виноват. Я же говорю, я только могу там уявляться, ну, какая-то борьба была. То есть слово борьба, что оно означает, я не знаю, что это боксирование, что это там просто, не знаю, боролися там, бодолися, я не знаю, там что-то они робили, каким-то образом было, ну, какая-то борьба была физичная, но насправді вона мала дуже сильный петекст духовный. Это была внутрішня борьба с Богом. Это означало, что уже не, уже, скажем так, и Яков, он совсем по-иншому относится к борьбе. Если раньше он хитростью все получал, то тут пришлось уже поборотиться. Поэтому Бог, не знаю, он сделал такие условия, что ему пришлось уже не изловчаться хитростью, а ему пришлось конкретно сам на сам стоять перед Богом и боротись. Вы знаете, в жизни будь-якого священника, будь-якого мужчины, будь-якого главы семьи или главы пастыря, бывают такие вещи, когда ты чувствуешь время, когда тебе особисто нужно это поборотить, отборотить, это диявло. Никто не сталкивается с такими нуждами особливыми. Когда ты понимаешь, что за здоровье твоих детей, за здоровье твоих овечек, Бог часто кладет время, и ты маешь сам, и ты, прежде всего, как служитель, маешь выбороти, або, скажем, я не могу сказать, випросить, я не могу вам сказать, физично, духовно объяснить, но это певное противостояние, которое нужно пройти. Помните, в Даниилах сказано, что англи, когда они шли, они не могли вернуться с ответа, потому что в духовном свете шло какое-то противостояние, то есть какая-то борьба есть, в какой форме, я вам честно скажу, вы и я мы не поймем до конца, только потом на небе с разумом, какая-то форма. Самое главное, что это была борьба, которая. То есть он не против Бога боролся, он боролся за себя, с Богом. Это разные вещи. Доброго вечера, я перепрошу. Тоже запитание. Дай, я попрошу, если у меня уже остальное, то мы все маленькие. Да, дякую. Если он с Богом боролся, и там он сказал, что бачил лицо Бога, почему он остався живым? Бога в лице бачить не можно, Майсей не мог бачить Бога в лице. Тоже такое цикавое запитание. Дивите, почему цикавое, потому что также есть гипотезы, я читал, когда толкование разных, скажем так, ризных служителей, або ризных пророков, которые трактуют, кто это был. Это, в принципе, как мы бачим и в других историях, были люди, которые шли как от Бога. Они были в подобии людей, но это был Бог. Как это до конца объяснить, я вам не объясню, потому что я до конца не понимаю. Но явно, что это была физическая оболонка, то есть явно, как мужчина виглядив, но это был, або, есть несколько версий, або это был главный архангел, або это был сам Бог. Но он каким-то чином понимал, что это явно или сам Бог, или представитель Бога. Но он понимал, как понимал, я не знаю. Поэтому он так обрадовался, что я оставался живым, потому что он побачил Бога в обличии людскому, он не побачил его в божественном обличии. Понимаете, что я? Если Майсей, он закрывал его в лице Сайло, там было в обличии Божьей. Если было в обличии людей, хорошо. А, до речи, кто помнит, когда приходил, больше всего, что сказали, что это Бог или Божие ангели приходили еще до кого? До кого? До Авраама. До Блиянных кто-то. До кого? Так, до Лота. Мы бачим, что в Старом Заповеде являются. И кто это был насправдя, мы не знаем. И встретил его ангелы Божьи. Да? Аминь. Короче, вы понимаете, что разом нашли истину, докопалися до истин глубинных. Вы знаете, в этих историях самое главное, чтобы мы для себя правильные, знаете, выводы або висновки делали. Есть речи, которые мы до конца не понимаем. Есть речи, допустим, которые не совсем до конца нам откричатся сейчас або откричатся будем. Самое главное, чтобы понимать саму суть этого. Знаете, как говорится, а что же нам из этого? А что же мы можем применить? Тому давайте мы практичные виводы, запишем висновки и будем молиться. Первое, это Бог изменил имя и сущность Иакова. Он всегда менять людей. понимает, понимаете, Боже благословение грязный, не помитый, если застояние, никто не хочет. Тому оцей тендем нашего сердца или наше и наше исток с благословением Божьим, это и есть чистый стакан с чистой водой. Тому и Бог також, потому это очень хороший ответ, почему Бог нуждается в нас. Потому что Он хочет, чтобы люди пили от нас из нашего чистого стакана, куда он может влитить воду и можем наплывить других. Аминь. Другие, не давай своим ошибкам останавливать тебя. Извлекай уроки и иди дальше. Крепкий орешек был Яков. И извлек уроки, но пришлось на это потратить 20, 20-21 год. Он думал, что Вихин хитрый, но знаете, прикольно, попался на еще хитрее, на Лавана. Ото его надув. Ото его надурил, честно. Он думал, что он самый хитрый, вы знаете, но это был реально Божий план. Показать, знаете, что на каждого хитрого есть еще хитрее. На каждого биковатого есть еще бичище, или как это называется. На каждого рогатого еще есть рогатяще. Тому, если ты идешь физическими, скажем так, если ты идешь плотскими, противостоянными методами, запамятай, всегда найдется кто-то сильнейший. И тебя сдалает. Хочешь идти таким методом? Бог показал, хорошо, иди, на, я тебя благословляю, в принципе, давай, иди. Далеко зашел. Через 20 лет и вернулся. Просто вообще вернулся. Так нахитрився, знаете, это как в том приколе, что хватит торговать, нема чем сдачи давать. Так само и цей. Уже так нахитрився, что поняв, так его уже надурили, что пришлось уже вертаться. Но Бог благословляет. Добре. Третий. Ищи благословение, и борись за него. Знаете, когда начали Иаков уже справжню борьбу? Когда уже за ним ишли его дети, когда зашли его жены, когда ишло его майно, он понял, ему есть что втрачать. Когда он сам текал, то в принципе он думал, а что я там, я втечу туда-сюда. Но когда он понял, ему нема куда деваться, что за ним еще стоят очень много его потомств, его дитей, его 11, до речи, 12-й в Немін родился уже в Гананске земли, там біля батьків, уже в новом месте. 11 детей. Представьте себе, он понял, все, я приехал. Я понял, что мне нужно домовляться, поэтому ищите благословение и боритесь за него. И остальное мы запишем, а потом все, молитва веры. За что бы молиться? Чи там такого нема, это только у меня в конспекте. Походу нема, ладно? Если есть, потом выяснили. Потому что у меня здесь еще 10-й пункт есть в конспекте, а тут только 9-й. Хорошо, будем все. Добре. Знаете, я хотела бы просто рассказать, как бы, власне, приказ своего життя, как Бог меня, скажем так, меняв, и потом мы помолимся, Бог дав положение сердца, и завершил одну так же специальную молитву. она будет торкаться нашему здоровью, но от певных, скажем так, конкретных, конкретных хвороб. Знаете, что в свой час, я помню, деколька роков назад, мне трапилась проблема, скажем так, певна хвороба, я, в принципе, так до кінца не могли там лікарі определить, ну, это с шлунком было связано. Просто ее симптомы явно были, это сильные спазмы, которые, скажем так, когда они траплялись, то меня выбивало с колена несколько дней, я не мог не сидеть, не працювать, ничего. Ну, и такие спазмы повторились каждую неделю-дву. Это на протязи певрока десь. Вот такие были, я так тримался, но понимал, что что-то не то. И получал просто молит, когда он начал взиваться, когда он начал разуметь, что, ну, все, как говорится, все, что он живет непосильным трудом, оно не приносит уже никакого задоволения, потому что ты понимаешь, что есть серьезная какая-то проблема. Когда он начал молит, то помните, что стало перед тем, как Бог дав это чудо. Он запитал Якова, как твое имя? Он по-другому сказал, что означало имя Яков? Кто мне скажет? Я почему спочатку, до речи, это не сказал? Чтобы мы в конце на это звернули вагу. Как? Хитрец, хитрюга. И Бог мне нагадал эту историю тогда. Он бы нагадал, сказал, хорошо, Саш, можно вопрос? А ты ни день не хитрив с моим здоровьем. Что такое с шлунком связано? Это, грубо говоря, наш прием пищи. Ты ни день не хитрив. Ты старался, правильно питался, регулярно, да? Все так и было. И знаете, первое, что я сделал, я визнав, покажется за то, что реально я неправильно вообще харчувался. Что началось моё сциление? С того, что я признался перед Богом, что да, Боже, я визнаю, что мой шлунок раньше был как мусорный бак. Чтобы все, знаете, все, что было под рукой, кину, как попало. Памятаю, один раз я ехал из навчания. И вместо того, чтобы просто по-людски по-есть и вставал, 10 было, это, это на святошино, брал шаурму, запивал кока-колою, помучался, там пару часов там побурлили, ничего страшного. Прокотить, знаете, но одного раза так и не прокотило. Я наївся на дамашке чипсов и у меня это начался первый спазм. Ну, он спровокировал, я не знаю, что там дальше, пришлось долго это. И когда, знаете, я просто покаюся, что я Богу пообіцяв. Я просто пообіцяв, Боже, я не знаю, там, стілишь, ты меня не стілишь. Ну, желательно было бы стілити. Я обіцяю, что далее я буду слідкувати за своим харчуванием. Я буду слідкувати, я буду стараться все робить, что мне припишут лекарь, все, вы знаете, очень сильно до этих пир стараюсь. Когда Бог дійсно в табори, когда приехал один из наших, Володимир Ильичук, мы молились с ним, и он сказал, что все, хватит. Нашел свой час, от ныне, ну, тебе будет идти покращение, по здоровью. Помните, мы тогда помолились, и с того часу, слава Богу, что не было никаких уже спазм. Поэтому давайте возьмем слава Богу, ничего такого. Это действительно чудо. Но знаете что? Я дотримуюсь обещаний. Я сиду на диете постійно, очень редко так дозволяю какую-то жареную, какую-то ежу или макдональдс. Ну, не могу позволять, но не так же часто. Для чего? Потому что мне лекарь что приписали? Что теперь все життя нужно быть на профилактике. Что такое диета? Это не траву ести. Это просто ести не жареное, не жирное и такими подобными речами. И знаете, я радуюсь, что Бог просто вивив. Я радуюсь, что Бог просто благословил. И после того Бог просто показал, что, Саш, ты маешь дотримоваться того, что есть. И до меня до сих пор даже наши сесарки, працючим в ДЦ, они меня попробуют. Что, ты реально будешь диету брать? Это единственный, кто только приписан на диету, ты ее только и берешь. Не лукавишь. Знаете, он нас лукавит, то на грибке, например, взять диету и полить все майонезом, кетчупом и пиши, пропала будь-яка диета и все остальное. Поэтому, когда мы признаемся перед Богом, когда мы признаем, как Яков, кто ты, когда мы признаем, где мы все-таки хитрым, когда мы признаем, что, да, мы с своей стороны дали повод, допуск, дьявол, понимаете, что означает признать, кто ты, або, скажем так, признать те, что мы сами часто провокируем проблемы в нашем жизни, какими своими грехами, какими своими поступками, и когда мы это признаем, этим самым мы закрываем доступ уже для дьявола. После того, как мы закрили пробойную, уже можно дальше наливать воду. Слава Господу. Давайте мы сейчас поднимемся и попрошу Рубу про славу. Мы буквально еще декольку хвилин попробуем помолиться. Мы походотаемся перед Богом и за наши нужды. Но попросить, чтобы Бог открыв вам, где пробойная у вас. Чому эта проблема сталася, знаете, почему эти певные речи имеют право доступ? И вы знаете, что Иаков, что он потерпал эти проблемы с Исавом? Да все логично, он его спровокировал, он его обдурил, он сам был винный в том, что его произошла беда, и его хотели убить. И когда он признав перед Богом, сказал, да, Боже, я признаю, да, я хитро, да, я лжец, да, я нахитрый уже столько, что дальше нема, но я хочу нового життя, Бог. Я хочу почати спочатку, я хочу, чтобы ты показал мне, как ты меня виводишь, я хочу, чтобы ты мне показал, куда направляти, куди вести. И давайте мы зараз прийдем перед Господом, помолимся, спросим, чтобы Бог благословил. Дорогий Бог, мы молимся сейчас перед тобою. Мы хотим, Господь, боротися сегодня, боротися за те, что ты нам дав, боротися, Господь, с тобою, не против тебя, а с тобою, Господь, за те, что ты благословил нас. Но мы сегодня хотим признать, что Господь, ты Бог наш. И мы хотим признать свои проблемы. Мы хотим прости, чтобы ты прости нас, чтобы мы лукавили. Где, Господь, мы уживалися, мы намагалися, Господь, найти компромисс с грехом. Мы могли найти компромисс с беззлаттем своим, с беззлаберностью, с какими-то неправильными речами, как и в нашем жизни, Господь, прости нас за это лукавство и поможи нам приняти сегодня новое имя, новое звание, новое понимание, которое ты приготовил для нас, Господь. Я прошу тебя, особливо, благословисти в цю нужду, благословисти в корзинку, Господь. Кожна нужда, яка была заявлена перед тобою, ты сам яви твою миленность, ты сам яви твою благодать, Бог, из целой благослови. Нехай твоя рука свята, Господь, наполнить кожну нужду, і прийде, Господь, твоё просвітлення, і кожна борьба, яка сьогодні йде за здоров'ю, за наші нужди, вона буде вирішена позитивно. Також, Господь, я маю ревність, особливо молитися за тих, хто має проблеми з внутрішніми органами. Кого є така проблема, поклоніть просто одну свою руку на ваш живіт, іншу підніміть до Господа як знак віри і будемо молитися. Бри, Господь, я молю, прошу тебе во ім'я Ісуса Христа, нормалізуй, Господь, всі наші внутрішні органи, всі наші тракти, травлення, Господь, благослови, щоб, Господь, все нормалізувалося, щоб прийшло твоє просвітлення, щоб прийшло твоє здоров'я, щоб прийшло з твоєю нормалізацію ім'я Ісуса Христа. Доможи її дай нам мудрость правильно харчуватися, Господь, для того, щоб більше не провокувати будь-яких проблем. А може, якась проблема не з тим зв'язана? Покажи, відкрий, Господь, ісцілий, Бог наш, яви твоє стілення, яви твоє чудо, яви твою благодать в ім'я Ісуса Христа, Бог наш, ми воздаєм тобі славу. Також просимо тебе за спеціальні нужди, хто заявляв сьогодні. Ми молимо, просимо тебе за маму Марго, Господь, яка хвора раком, Господь, сьогодні. Прошу тебе, ісцілий, 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 ім'я Ісуса Христа, нехак з СКО, Бог Альбина, уйде, бо ім'я Ісуса Христа. Ми проложаємо зцілення Божого, ми молимо тебе звінення, бо ім'я Ісуса Христа. Ми молимо, просимо тебе за всіх, хто просив за Андрія, за я восстановлення Писай операции, Божими, допоможи восстановити Твої ім'я Ісуса. Боже, ім'я Твоє Слава притя, нехай Твоє Слава притя, нехай Твоє Слава притя на кожну Богу. Закомічно Твоє Слава Вище, представлять ісцеля внутріх душі Твоєю Слава притя на кожну Богу. Твоє 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 Слава притя на кожну Богу. Щоб Бог дав побудження помолитися за одного брата, я не знаю, він у нас стоїть в кінці онзалі, за нашого брата Рому, щоб ми могли простянути до нього руки в ту сторону, якщо можеш. Я не знаю, чи хтось знає, можливо, але встала, здійсно, неприємна ситуація, не буду розповідати. Так, іди сюди. Іди сюди. Така не дуже гарна ситуація. Лікарі по-різному відзиваються. І лікарі ставлять досі інші діагнози на рахунок його пальців, чи не будуть працювати взагалі чи ні. Але я знаю вірить, що у Бога зовсім інший вирок. Бог може восстановити, Бог може благословити. Давайте будемо за це ревнувати во ім'я Ісуса Христа. Дорогий Господь, ми молим, просимо Тебе з нашого брата Рому Боже Мій. Ти бачиш цю ситуацію. Господь, я також бачиш, він вірно всі ці роки. Він служив тобі, Господь. Він служив чи міг, Господь. Де б в някому служінні він не був. Він старанно завжди відносився. Він служив груби порядку, Господь. Він служив будь-де, спи ти його просили, Боже Мій. Ти бачиш його вірність. Я прошу Тебе, прояви також вірність до Нього. Прошу Тебе і сили, Господь його пальці, Господь. Восстанови, щоб вони були повністю восстановлені. Щоб вони повністю працювати, Господь. Щоб все мало функціонувати. Ми молим і просимо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Ти Бог, який може це торкнутися. Ти Бог може все восстановити. Ти Бог, який може зробити так, що все нормально зростеться. Що всі сухожилля, Господь, всі кістки, Господь, всі нервові закінчення, вони будуть нормалізовані. Бог наш, ми знаємо і віримо, що в Тобі це стілення. Ми знаємо і віримо, що в Тобі, Господь, наша перемога. І ми просимо Тебе, заступись. Заступись і благослови. Во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Спасибо. Давайте вас дому славу нашому Господу. Те, що Бог, Він бачить і чує. І, в принципі, давайте молитву очі наша, потім вже декілька оголошень зроблю і помолимось. Очі наші, сущі нам ісам, Нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, Як на небі, так і на землі. Хліб на щоден, Подавай нам на кожен день, І прости нам провини наші, Як і ми прощаємо, І вилацям нашим. І не веди нас у спокусу, Але вийшло нас у лукаву. Царство і сила і слава. Амінь. Наше служіння завершено. З миром Божим.